Помнишь, с чего начинаем? Смепочка, да? Сметанный замес, можно сразу бирюзовенький там в небе, вот этот нежненький цвет полностью избавиться от белого сметаны, напомнишь веществом краски холст, а в это вещество мы уже будем все вгонять, да? Да. Теперь у нас моречка. Прямо вот вещества краски нагоним, 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 так, чтобы вещество краски создало эффект множества. Берилами лучше так не расправляться. А братик уже с белым и расправился. То есть вот напомнил вместе с веществом. Так устроена масляная краска, что она своими фактурами тоже рисует. То есть в принципе вот эффект множества звучит в том числе и в фактурах. Уложишь, уложишь, уложишь. На передний план несколько с бирюзой. Несколько с бирюзой, можно даже чуть-чуть с желтотой уложишь вот этот вопрос. Хорошо? Здесь уложишь, вот попытайся найти этот цвет. Хорошо? Давайте. От этого движения вообще уйти. Масло любит штрих, любит лежачие холстуки. Если ты понаблюдаешь мастер-классы многих художников в ютубе даже, ты столкнешься с тем, что они пишут лежачей кистью в основном, там во-первых зеленые. Значит, немножечко больше вещества краски. Небочку. Чуть-чуть больше. И от этого движения, от этих крупных движений, которые я здесь различаю, перейти к укладывательной, распределительной. Хорошо? Вот такое распределительное мерцательное. Вот эти вот жесткие движения делать не надо. И вещества чуть-чуть. Длинные штрихи. Штриху достаточно быть коротким. И даже короткий он более культурный. Вот эти вот так, как будто мы одно моё. Смотри, можно развернуть лапочку. Только развернуть. Берём это же. Это же. И ещё. Фактурочки. Лодочный характер укладки. Посмотри, уже море, правда? Плашмя, да. Лодочный характер укладки. Чуть темнее, чуть светлее. Некоторый чвяк происходит, в том числе, как некая волночка. Прямо. Прямо. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Чем дальше вдаль, тем меньше амплитуда этого лодочного характера. Хорошо? То есть здесь, на переднем плане, они чуть-чуть активнее. Ну, тоже в миру, да? Так, без фанатизма. А вдали просто ровнее. Но всё равно настроение должно быть лодочное. Хорошо? Хорошо? Вот. Вот они. Вот они. Накидаешь. После этого, возьмёшь идею волны, которая здесь в середине. И очень важно, и там ты совершил эту шутку, как в этой картине, да? Сделать её узенькой, как она и есть. Она узенькая. Ты её, по мере возделывания, будешь периодически расширять. Но помнишь, что такое свойство у нас есть, расширять. Уточняю. Будешь удерживаться от расширения. Да? То есть здесь ты будешь действовать штриховательно. Не шпатлевательно. Хотя в дальнейшем и шпатлевательно тоже. Но будешь, прежде всего, штриховательно. Пока не наберёшь нужную тональность. Здесь у нас бирюза, плюс немножечко синевы снизу. И ты вот штриховательно, штриховательно, поднимательно, показывая этот поворот. То есть всё лежит, а это поднялось. Покажешь. В том числе покажешь и идейку макушечки светлой. И тоже лодочным характером укладкой. Хорошо? Давай. Плашмя. 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 Смотри, какая разница. Правда? Плашмя. Плашмя. Да? Не колбаски, а плашмя. Плашмя. Чирк. Чирк по холсту. Чирк. Да? Рыхлый. Творожистый. Но не колбаса. Вот это. Давай. Горы там синеватые. Мы с тобой возьмём ультрамарин. Сейчас мы его убим. Или нет. Смотри. Если это был голубой, то этот синеватый. Взяла этот синеватый. И там даже немножко фиолетовид. Да? Горная эта гряда. Нет? Здесь, в этом пространстве, ты потренируешься рисовать горы. Посмотри, что я делаю. Здесь у нас всё равно они отражаются, да? В этом месте. Поэтому здесь, как в безопасном месте, ты потренируешься рисовать красивые силуэты зубчатых горных образований. Хорошо? Вот здесь. Смотри, мастихин поддавливает красочку и укладывает её правильно. И ты тоже так поддавливаешь и укладываешь. Потом, когда ты здесь натренировалась и почувствовала, получается, пришла сюда и уже сделала на чистовую. Хорошо? Да. Давай. Отличная небочка. И даже здесь вкусненько набрала прямо уже и травочки. Давай играть на время. На время. Вот как мы там горы начали внизу. Вот так мы облака с тобой начнём здесь. Как бы потренируемся. Это красиво? Облако видно, да? Облако видно. Снизу я их чуть-чуть подраздавил, а сверху они более выраженные, да? Угу. Угу. И ты сейчас в этом пространстве посоздаёшь красивые силуэты облаков. После этого я вытер и подраздавил. Угу. Это вкусненько? Угу. Значит, тренируешься. Давай. То есть вот это чвякающее состояние краски нас устраивает. Чвяк с паузой, хорошо? С паузой. И не делай слишком большой. То есть более лежачий. Более лежачий. Прямо рассуждаю дальше. Да. Здесь больше синит где-то, да? Где-то здесь больше синит. И уже скатывается в горизонталь, да? Вот что-то такое. Да? Вот. Там будет пена, вот там лучше поштриховать. Причём будешь брать беленьца и синеньца. Не голубинца, а синица. Ага. Значит, вот голубой. Вот ультрамарин. Больше в пользу синилиц в пеннику. И там где у нас пеночка, сначала штриховательно навяжешь синюшечку. Хорошо? Давай. Маневер, чтоб ты уже расходил. Вот. Своротишься. Сначала покажи мне, где вот здесь. Ты испортила ещё? Берёжа, всё. Так, стоп. Значит, гору краски не носим на холст. Не носим. Ту краску, которую ты сбрила, совсем не обязательно в тряпку. Ну да. Никаких тряпок не хватит на это. Да. У нас этот цвет. Пригодится. Есть вот здесь. То есть это же не белый? Ты уже слабенький. Поэтому и это тоже пригодится. Беру меру. Меру. Не ком краски, да? А меру краски. Беру. Делаю интересный зигзагик. Вытер. Раздавил. Раздавил. Подштриховал. Раздавил. Подштриховал. Раздавил. Прикольно. То есть не ком краски и не такую густятину. Потому что эту густятину уже не так просто-то раздавить. Она расползается, а не раздавливается. Меру можно вполне моделировать. Хорошо? Давай. Смотри. У мастикина есть кончик, который оставляет следочек. Не серединой мастикина, да? А кончиком. Наклобучивая красочку, оставляет следочек. Давай. Значит, чем опасна густая краска? Когда уже началась эта каша краски, уже трудно возделывать что-то. Поэтому все-таки перейдем с тобой на штриховательный мотив. И будем штриховательно набирать. Есть еще одно золотое правило. Теневые в масляной жирописи не любят густую краску. То есть будем укладывать так, чтобы густота краски в теневой не кричала. Не очень много краски. Да? Мало то, что много краски трудно моделировать. Потом мы с тобой малое, но чуть-чуть больше вещество положим. Но это чуть потом. А до поры будем расштриховывать до вот этих настроений. То же самое с теневыми. Есть теневая, есть белый в тени и есть белый на свету. В тени на свету. В тени на свету. Вот это не белый. Вот это белый. У тебя должна быть гнятная разница между теневой и световой. Вот это на свету. А вот это теневая. Хорошо? То есть туда не ходим чистым белым. Мало того, это белый синит. Это теневая белого синит. Согласна, да? И штрихователь на вашу кладку. То же самое и здесь. Штрихователь на и синенько. Смотри, как дымчато. Смотри, как пенно. Правда? Давай. Значит, взяла грильца. Синильца, розовильца. Накидала. Может, даже чуть-чуть нахами. Хорошо? Да. Ну, нормально. А здесь не уходит. Ну, давай я тебе начну, а ты продолжай. Ну, на самом деле, вот они, вот, все правильно. Чуть где-то розовее. Чуть светлее, да? Что это такое? Так? Давай. Вот. Единственное, что чуть-чуть… В крайнем случае, если уже суховато, пальчиком вспомогла. А как нормальное облако? А как нормальное облако? И еще. Облака иногда даже вот по такой траектории сидят. Не только лежачей такой, подушечкой. Но иногда даже вот аж вот так. Смотри. Знакомая история, да? В облаках. Давай, попробуй. Прямо постарайся их очертания, там очень красивые очертания, можно не изобретать новых. Именно эти постарайся на тебе. И по трене горизонта опустишь вот такое стеклянное, вот такое стеклянное, подразумевая отражение в воде. Отражение в тихой стоячей воде вечно вот такое стеклянное. Стеклянное, стеклянное, раздавленное краской. Не бритая, а раздавленное. Вот до такого стекла. Дело в том, что потом стоит появиться любому горизонтальному звуку и становится понятно, что это плоскость. Плоскость, на которой происходит колебание воды, да? И что там отражение. Присмеряла рука уже. Синюшечку немножечко, синюшечку. Кроме беленького, чтобы это был не сероватый, а был синеватый все-таки. Хорошо? Чуть-чуть сининочку. Отличная грязь. Культурная грязь. Значит, сейчас берёшь трепуленцию. В самом центре, чуть смещён вправо. Оттёрла до сухого холста. Следующая. Оттёрла до сухого. До сухого. И так дальше. Потом берёшь цвет. В данном случае желтотики. Розовости. И сначала как бы теневой цвет этих цветков. Начинаешь набирать пальцем. Несмотря на то, что там есть густоты мастихином, мы сначала вникнем в задачу пальцем. Хорошо? В общем, все удобно, да? Да. Вот такая мера краски. Небольшая. Вот такая. Обязательно очень небольшая мера краски. Прямо принципиально. И чуть-чуть светленькости. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Смотри, палец не отрываю. Не делаю вот таких движений. Лежачий палец моделирователь укладывает. Укладывает. Давай. Здесь пониже. Ты, как все нормальные люди, сразу стала её разворачивать. То есть она уходит, а ты её, естественно, стала разворачивать. Она же уходит. Уходит. И так наступают все. Поэтому нормальный рефлекс разворачивать. Но мы должны сделать так, как там. Потому что там красиво. Там с перспективкой. То есть надо прям помнить, что мы всегда пытаемся развернуть волну прямо на нас. Именно с волной так. Сейчас посмотрим. Попробуем. Так. Вот эту белизну, которая по макушечке, всё-таки подложить, подложить, подложить. И взорвать пеночку. Допустим, где-нибудь. Чуть-чуть её взорвать. Да? Чтобы у нас уже что-то сколобалось. У тебя есть возможность проявить себя здесь. Вот. В этом же смысле. А можешь взбрить и положить. Так. Вот эти вещи тоже. Давай немножко швырнем. Смотри, смотри. Вот эти светлотики. Вот такие рыхлости. То есть смотри, я чуть-чуть с конёчка сдаю краску. То есть не плашмя, а чуть-чуть с конёчка. Но в пользу плашмя. Создашь вот эти рыхлости. Очень горизонтальные. Создашь вот эту витилеватость. Прям по моему следу пройдёшь сама. Хорошо? Давай. Дальний план недолюбливает такую густую краску. И такое напряжение краски, которое ты поставил. Пожалуйста, помни об этом. И превращать небо в... Смотри. Вот твоё улыко в середине. А здесь? По высоте оно в середине? Нет, по высоте да. А там совсем не в середине, да? Совсем не в середине. И даже до середины толком не дошло. Значит, кистью. Возвратила. То, что там должно было быть. Можешь одновременно добрать белилом, чуть-чуть розовенького, и вдоль линии горизонтика, вдоль линии горизонтика, подпустить штрешком розоватость. Есть там, да? Угу. Ну, а даже если бы практически не было бы, стоило бы подсунуть. Лёгенькую такую розоватую. Лёгенькую, да? Угу. Давай. Лежачая, лежачая, не бороздячая, а совсем лежачая, распределяющая. Распределяющая, не бороздячая. Хорошо? Давай. Потом распределитель надо. И сляжаться, сляжаться, сляжаться. Потому что сляжки не возьмут сухомязки. То есть, просто вот так. Вот так чуть-чуть. Вот так. Ну, та же с кем-то, только мельче. Ну и делайте сначала половину, чтобы потом под него подлезть. Дело в том, что когда мы подлазим под белый, мы с этой сопелькой заигрываем вкусно. Хорошо? Ту сопельку белого, которую ты положишь, мы с ней вкусненько будем заигрывать вот так. Давай. То есть, она будет как-то переваливаться через свой горшок. Там, вдали, мелкие, витие ваты и раздавленные. Здесь, вблизи, крупные и тоже раздавленные. И более яркие. То есть, в пользу белил. В пользу белил. В пользу белил. Чуть-чуть, правда, линочкой. То есть, все еще светлее, чем небо, но уже не так бело. Да? Появился в том числе и цвет облака. Ты видишь, я нахожу разные формулы придавливания и появляется нечто... Да. То есть, при том, что я пытаюсь повторить его, но при этом произвол происходит. Правда? Угу. И в итоге, ну... Ну... Давай дальше. Нам нужно вот здесь чистоту нанести. А из-за этого синего оно будет ниже. И здесь зашла зачем-то вот. Вот так бы отделила. Сейчас выполним. Вот. Вот от солнышка можно на скальную среду, а не на морскую. Морская она вот немножечко вот такая балованная. Согласна? То есть, вместо вот этой шпатлевки набаловать. Но для того, чтобы было что баловать, снаружи все-таки положишь вещества. Чтобы это вещество могло быть задето. Да? Я переложусь. Мне казалось, что я положила достаточно. Вот сейчас, что... Смотри. Как это? А вот эту пальцем надо убирать лишнее. Зачем не надо убирать? Надо дальше развить. Дальше ты видишь, что они продолжаются уже туда. Да? Вот туда. Да. В горизонталь. Туда. Поэтому ничего убирать не надо. Еще больше нельзя делать на берега? Нет, точно нет. Что касается вот этой береговой. Так. Немножко создадим условия для работы. Возьмем белильца, розовильца, желтильца. Покажи картинку. Угу. И вот эти вот проявления суховатенько. Вот так. Суховатенько. Лежачей кистью. Творожисто. Да? Похоже? Получается, пену закрыли, потом сверху... Еще надо... Потом сверху пену навалим. Нет. Вот так. Суховатенько. Оно? Да. Ну прямо смотри. А скалы уже потом похожи? Чуть-чуть потом, да. Так. Причем легкое поднятие наверх. То есть вода приходит на поднимающуюся плоскость. Покажешь маленький уклон сюда. Угу. Ну я сразу туда анонсирую, чтобы ты не переживала за вот этот кусочек. А потом пеночка накроет вот это сверху. Логично? Да. Таким ковриком зайдет. Не напряженное и не вот так. А лежачее отсюда и туда. То есть оно не происходит вот это движение. Происходит лежачее отсюда и туда. Идеальное облако. Давайте пополнее. Пополнее. Резы. И розовиночку. Там-сям. Ну уже начала, да. Хорошо. Вот это здесь там. Угу. 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 Отличное облако. Смотри как с облаками легко. Правда? Ага. Причем облаками ж можно столько закидать. Угу. Значит взять прямо с лякоть. Уложить эту с лякоть. Вот розовый хорошо было выполнить тут на этом уровне. Из этой странной геометрии. Собушка. Котина тут на всем протяжении своего возделывания должна быть красивой. А из-за такого геометрического трюка, который ты там создавал, она сразу стала невкусной. Котинку. Тоже не сухометка. Угу. Пока там сухометка, тряпка, которая нам сделает идеальную растяжку, Небоеспособным. Вот когда я сказал, что картина на каждом этапе своего выделывания должна быть красивой. Вот это скорее красиво, чем вот тот геометрический странный выпуль. Теперь взяла кряпочку, сделала фигушку, такую рабочую фигушку, твердую, и начала с розовых мест распределение краски. Не стирание с холста, а именно распределение. Здесь это делать не обязательно, здесь у нас совсем другая история. А туда наверх, вот это. И вот тот синий, который ты зачем-то в периферию вложила, мешает теперь сделать вкуснятину в этом месте. Кряпка настолько в этом смысле идеальничает, что можно добиться просто безупречнейших растяжек, если запретить технологию. Понимаешь? Да. Вот пист в такую меру сработает. Ей тяжеловато в такую меру сработать. Так, ну и наберем желтятинки. То есть не вытираем с холста, а наполняем. Перемалываем и наполняем. И еще. И еще. Уже в районе солнца. Значит, немножко догуляешься, чтобы не было уже таких. Потом мастихином ставим желтый разбил солнца. Раздавливаем, раздавливаем. И если надо, пальчиком домоделируем. Домоделируем это пятно. Можно не круглить, оно иногда расползается вместе с такими-то облаковидными проявлениями. После этого возьмешь синюшечку. Нет, сначала возьмешь розовюшечку. Розовенький. Не разжиженный, а вязкий. И немножечко нанесешь вот этих облаченников. Вот так, далее. Вот таких. Можно чуть-чуть с желтиной, чтобы они не были кислотными. Вот такие, вот такие-то облаченнички. Туманные, дымчатые. Вот такие. Да? Вот такая стайка. Вот она. Здесь больше фиолетовенькая стайка. То есть розовый плюс фиолетовизна. И тоже дым. Дым вот такой. Да, есть одно, есть крупное второе. Потом больше синеватые. Синеватые. Причем можно даже плюс коричневизну к этому. Вот эти темнотики. Темные облаченнички. Вот такое. Вот такое. И потом доиграешь их уже кистью. Вот по такой технологии. Вот такой. Подожди, что делаешь? Да. Вот такое. Все они имеют немножко ритм. Вот этот ритмик затеешь. Вот такое. Почему я хочу, чтобы ты сначала пальцем это сделала? Во-первых, чтобы потренировала палец. Во-вторых, чтобы не было переборов. Палец все-таки не так склонен к перебору, как кисть. Да, да, да. Молодчинка. Молодчинка. Продолжай. И теневые. То есть синий-коричневый. Вот твои темности. Вот эти листья. Листички. Да, пока. Все, пальчиком. Листички. Ты видишь, я не отпускаю руку. Как бы моделирую. Почти не отпускаю руку. Давай. Чуть-чуть его все-таки покорить. И не вот такое движение, а вот такое. Уползающая змейка. Ну-ка, покажи, как ты. Можно чуть ниже, да? Да, да, да. Попробовать. Вот поменьше этих провисаний, да? Поменьше провисаний. Побольше. Вот движение. Вот. Вот. Вот оно. Хорошо? Вот такое. Не обязательно. Иногда можно сильно не давить. Давай. Смотри, там ведь неоднородно. То есть эту неоднородность можно создать то в пользу разбилов. Сюда тоже это пошло в отражение. То есть уже даже то, что у нас есть это направление и это комковатое, уже их разделяет. Уже понятно, что они разные по природе. Правда? Чуть-чуть теперь еще и темности. Даже вот эти вот сосеночки или елочки вот по такой траектории химором. Да, да. Вот по такой траектории химором. Вот по такой траектории химором. Прикольно? Смотри. Сразу эффект множества. И они же тоже отражаются. Попробуешь и то, и другое, и третье. Хорошо? Соблоками. А у нас все и так хорошо. Значит, возьмешь синюшечку, чуть-чуть разбеленную. И в этом пространстве, где у нас скалки, посмотри, что делается. Мастихин идеально работает со скалами. Посмотри, что делается. Ты согласна? Да. Мало того, его произвол сам по себе уже похож на скальную среду. Правда? Вот то, что он там укладывая краску творит, это уже само по себе похоже. Плюс ты добавишь чуть-чуть высветленности, розоватой такой густой высветленности к местам, где у него такая лысенькая скала. Вот такое что-то. Хорошо? То есть создашь, вот так, смотри, кончик мастихина прекрасно модерирует эту штуку. И немножечко задействуешь, до этого мы только синий задействовали, теперь немножко голубой и желтый. Будет намек на зеленцу, но он все еще синий, поскольку даль все-таки подвержена синеве. То есть толщина воздуха имеет синий цвет. Да? Давай. Сообрази. Вот эти темноты тоже стоит подкладывать сразу, как цветовые настроения. Чтоб у нас оживало не только желтым, да, теперь, а еще и всяким цветным. Вот, может быть, для того, чтобы этот белый вкус наложить, чуть-чуть подвытрем, и начнем укладывать и вот эти пятна, драпировочек. Хорошо? Ты согласна? Нет. Вот я, честно говоря, не вижу причины однородно разбрасывать по всему холсту розовые облака. Ты же теперь, когда будешь делать нерозовые, избегай симметрии, хорошо? Да. Симметрия – это не наш. Это не наш метр. Шерик, вот их могу. Так, все. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...